Это наш день. Именно так говорили болельщики до старта матча Динамо-Барнаул-Иртыш. Им был не важен тот факт, что амичи в турнирной таблице занимали вторую строчку, а белоголубые всего лишь десятую. К слову, бумажные фавориты создали один момент в начале игры, а дальше хозяева выровняли матч, а потом и вовсе вышли вперед. Осипов, штрафная площадь уже Михаил, передача на Абрамова, Абрамов, парашютик, удар и гол! И Динамо открывает счет в этой встрече, и отличается не кто-нибудь, а Артем Яркин. Барнаульцы на этом не остановились, поймав кураж белоголубые, через минуту сделали счет 2-0. Сам идет на бок, а передача трое бокам, еще 2-0, счет делает и делает это! Да вы что! По содержанию матча, в первом тайме, я считаю, мы создали больше опасных моментов. То есть забили 2 гола, еще создали 2 момента, когда не было завершения. А так молодцы ребята, то что и через кровь, и через пот мы эти 3 очка нам достали. Во втором тайме о мяче, видимо, после взбучки тренера Валерия Петракова, бросились на штурм ворот Динамо. И у наших футболистов появились возможности использовать оголившиеся тылы соперника. Однако воспользоваться открытыми коридорами не удалось. К слову, это был один из немногих матчей, после которого тренер соперников не сказал, что в поражении виновата барнаульское поле. Наверное, есть какие-то просчеты, наверное, в нашей работе. Вот, я не могу сказать, что мы безвольно играли. И достаточно неплохо контролировали матч. И были моменты хорошие, подходы для взятия ворот. Но, к сожалению, это наш бич. У нас просто какая-то пердосрока с реализацией моментов. Все же один момент реализовать гости смогли. Защитник Максим Полковников на последней минуте отправил мяч в ворота барнаульцев. Кстати, в прошлом году он защищал цвета Динамо. Тем самым 2-1. Победа аутсайдера над фаворитом. Наши остались на 10-й строчке в таблице. И следующий матч Динамо сыграет уже 16 октября. В соперниках вновь один из лидеров Челябинск. Дмитрий Дроздов. День с толком.